Состоялось очередное заседание законодательной палаты Оли Маджлиса. В фокусе внимания находилась работа по совершенствованию проекта конституционного закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Узбекистан по итогам его всенародного обсуждения. Внимание, пристальная работа, планомерное и кропотливое обсуждение детальное, что вполне закономерно, ведь каждая статья основного закона, в котором во главу угла ставится честь и достоинство человека, должна стать программным документом и правилом жизни для каждого гражданина. Поэтому в ходе всенародного обсуждения ответственными комитетами законодательной палаты организовано около 40 заседаний с привлечением специалистов, экспертов, представителей общественности и СМИ. Параллельно суть конституционной реформы широко разъяснялась в зарубежных политических кругах. Столь же результативными были встречи, где рассматривались наиболее актуальные из предложений при непосредственном участии их инициаторов. При этом проживание их в отдаленных районах не являлось препятствием благодаря использованию IT-технологий. Все это позволило повысить гражданскую активность населения. Вот эти конституционные реформы на самом деле проводит наш народ. Просто здесь их идеи обобщаются, анализируются и вводятся в рамки законодательного процесса, потому что есть своя законотворческая техника. Вот в этом контексте законодатели вот эти идеи, они уже в рамках своей нормотворческой деятельности воплощают это все в проекты конституционного закона. Поэтому сегодня были обсуждены вот эти предложения. Да, 1 августа всенародное обсуждение остановлено, но все равно предложение поступает. Теперь поступающие от граждан предложения будут рассматриваться в контексте закона Республики Узбекистан об обращениях физических и юридических лиц. Парламентарии, отметив работу, проводимую конституционной комиссией, ответственными комитетами подчеркнули, что граждане вносят много обоснованных предложений, требующих углубленного анализа, которые нельзя игнорировать или же относиться к ним поверхностно. Есть, конечно, те моменты, где существует неравенство женщин и мужчин, когда им предоставляется возможность учиться или трудоустраиваться. Был акцентирован вопрос на вопросах сноса, который тоже является сегодня актуальным среди нашего населения, как в городе Ташкенте, так и в отдаленных наших регионах. И сегодня вопрос поднимался со стороны депутатов, насколько сегодня это отражается в проектах конституционного закона. Насколько акцентируется внимание на вопросах образования и здравоохранения, представления бесплатной юридической помощи. На основе этих и других инициатив в проект конституционного закона вносится ряд новых норм. После того, как текст документа будет готов, его вынесут на обсуждение депутатов, а затем на референдум. Перед ответственными комитетами поставлена задача завершить работу по дальнейшему совершенствованию документа с учетом предложений и замечаний, полученных на всенародном обсуждении и заседаниях фракций с привлечением известных ученых и ведущих специалистов. Подчеркивалась необходимость обеспечить рассмотрение предложений и замечаний по проекту конституционного закона в соответствии с принципами открытости и прозрачности, а также внести на обсуждение законодательной палаты доработанный документ. После чего информация об итогах всенародного обсуждения проекта конституционного закона и работе по его совершенствованию была принята к сведению.